Здравствуйте! С вами Влад и новая авторская история моего канала удивительных рассказов из жизни. Семью Харитоновых, состоящую из папы Александра, мамы Лидии и семилетней дочурки Анечки, соседи считали образцовой. Они жили в собственной трехкомнатной квартире, доставшейся молодой женщине по наследству. С окружающими были вежливы, вредных привычек не имели, никогда не устраивали у себя шумных сборищ. Каждое утро Лида собирала обед на работу для себя и мужа с едва уловимой улыбкой на губах. Отводила дочку в сад, а в свободное время занималась домашними делами. Рядом с заботливым Сашей жизнь ей казалась сказкой. Многие подруги тайно ей завидовали, ведь их самих неудачей в личной жизни преследовали неустанно. «Везет ж тебе, Лидка!» — говорили они с усмешкой под конец очередного банкета, когда уже развязывался язык и любая нелепица казалась невинной. «Последнего приличного мужика себе отхватило, а нам теперь мучайся». «Скажете тоже», — отмахивалась она смущенно, — «в каждом браке имеются свои трудности. Вопрос в том, готовы ли вы оба приложить все силы, чтобы их преодолеть». Александр баловал свою жену внезапными подарками, какие только мог позволить на зарплату офисного работника, а Ванечке души не чаял. Девочка росла в любви и ласке и никогда не становилась свидетельницей родительских размолвок. К семи годам она уже умела читать и писать, решала простенькие задачки и с нетерпением ждала сентября, хвастаясь всем, что вот-вот пойдет в школу, и предвкушала новые знакомства. В выходные дни, когда у Лидии и Александра не было запланировано неотложных дел, семья выбиралась в поход за город, исследуя окрестности, или устраивала пикник в центральном парке с активными играми. В ту августовскую субботу погода выдалась по-особенному прохладной. «Аня, солнышко, надевай свою желтую курточку и леггинсы, которые я положила на кровать», крикнула Лида, дочери из спальни. «Мы идем гулять? Ура!» – запищала девочка, бросив все дела, и помчалась собираться. Последний месяц ее папа подолгу задерживался на работе, а дома желался на усталость. Мама говорила, что его фирма трудится над новым проектом, поэтому на отдых времени не оставалось. Но теперь все позади, и семья вновь могла проветрить голову на свежем воздухе. К тому же у Ани был день рождения, и она боялась, что проведет его скучно. Но родители не забыли о празднике. Радостная девчушка собрала в свой яркий рюкзачок в форме мишки все, что, как ей казалось, могло пригодиться. А потом достала из кладовки чехол с ракетками и валанчиком. Несколько часов семья провела в парке, делая памятные фото. Лида купила мороженое для всех, Саша играл в догонялки с дочерью после того, как она обкатала все аттракционы и поиграла с породистым щенком доброго прохожего. День пролетел незаметно. Стало темнеть. В воздухе появилась вечерняя прохлада, уже предвещающая осень. Идемте скорее, пока не превратились в сосульки. Лидия присела перед дочерью, надев ей на голову тонкую шапочку. Точно, согласился папа Ани. Болеть нельзя, скоро ведь в школу. Мы ведь не хотим пропустить первый звонок? Не хотим. Мы ведь купили такую красивую форму и ботинки. Я так хочу познакомиться со своей учительницей. Мечтательно ответила девочка. А у нас будет чаепитие? Мам, ты говорила, вы в школе каждый праздник отмечали чаем и пирожными. Конечно, будет милая. Я с другими родителями уже заказала вам два тортика. Один со сгущёнкой, другой шоколадный, как ты любишь. Родители улыбались, слушая рассуждения дочери о новом волнительном этапе ее жизни. И не заметили, как в переулке пересеклись с нетрезвой компанией. Мужчин было трое. Судя по всему, им просто не понравились счастливые прохожие, забредшие в их район. Особого повода, чтобы к ним прицепиться, у негодяев не было. – Эй, дрог, вы ничего не перепутали? – сказал один неразборчиво. – Опасно гулять здесь в такое время. – Не бойтесь, – кивнул Александр семье. – Парни, нам проблемы не нужны. Мы просто спокойно пройдем. Но этого мужчине не удалось. Наглый хулиган преградил дорогу Лидии. Та испуганно ахнула и спрятала дочь за спину. – Что, твоя, да? Симпатичная. Как зовут? – Саш, просто пойдем, ничего им не отвечай, – пролепетала женщина с бешено стучащим сердцем. Воображение рисовало неприятные последствия возможного столкновения с нетрезвыми людьми, а вокруг было не души. Лида приготовилась звать на помощь, если понадобится. Ее супруг был крепким мужчиной, но от этих дворовых хулиганов можно было ожидать чего угодно. – Слышь, овца! – пьяница схватил женщину за подбородок, обдавая ее мерзкими алкогольными парами. – Не пренебрегай мной! Что у тебя? – Александр пихнул того в грудь, заслоняя с собой супругу. Руки от нее убрал. В следующий момент он ощутил боль в скуле, куда прилетел кулак второго негодяя, а дальше невозможно было разобрать, кто и что сделал. Двое налетели на супруга Лида одновременно, но нарвались на отпор. Потасовка продолжалась недолго, но женщине казалось, словно прошла вечность. Аня замерла на месте до боли, вцепившись в руки матери, которая никак не могла защитить ее, только пыталась закрыть глаза. – Кто-нибудь, помогите! – завопила Лида. – Люди, помогите! Где же вы все? На помощь! Пожар! Анечка слышала мужские ругательства и оглушающие крики мамы, которая была напугана так же, как и она. То, что третий из компаний нападавших вытащил из кармана нож и направился к ее отцу, девочка запомнила на всю жизнь. Несколько беспорядочных ударов, и мужчина захрипел, оседая на пол на подгибающихся ногах. Тогда Аня не поняла, что именно произошло. Она ощутила, что папе сделали очень больно, и в эту секунду кинулась к нему, невзирая на душераздирающий вопль Лидии. – Нет! – женщина схватила дочь за куртку, но та упала на грудь папы и стала его звать. Нападавшие сами не ожидали такого исхода и в ужасе попятились от лужи крови, расползающейся от мужчины. Они разбежались в разные стороны, ругаясь друг на друга. – Папочка! Вставай, папочка! Проснись! Посмотри на меня! – плакала Анечка, не замечая крови на своих маленьких ладонях. Лида не могла оттащить ее от мужа и не могла перестать просить его открыть глаза, хотя умом понимала, что мужчина уже никогда этого не сделает. После потери главы семьи жизнь Лидии и Анечки перевернулась с ног на голову. Похороны проходили тяжело. Вдова не могла стоять на ногах, а еще нужно было за дочерью присматривать. Близких родственников у нее не было. Многочисленные подруги, которые завидовали ее счастью и откликались только по веселым поводам, разбежались кто куда, не явившись на траурную церемонию. Только Ирина, школьная подруга Лиды, оставалась рядом в самые трудные времена. Даже на время переехала в тихую квартиру, где раньше царил громкий смех Александры. Лид, нельзя так. Утешала она женщину, наблюдая ее пустой взгляд. Ты меня прости, но жизнь не окончена. Этих уродов посадят надолго, и можно будет поставить точку. У тебя дочка умница подрастает, ей внимание, нужна ласка. Анюта сильно изменилась. У нее только ты есть, но ты вся в себе. Очнись уже, никто не вытащит тебя из горя, пока ты сама не захочешь. Не могу я, понимаешь? У меня дыра в сердце, огромная дыра. Я все понимаю, злюсь на себя. Я такая слабачка. Знаю, что нужна дочери, но не могу собраться, сил не осталось. Саши нет и меня будто тоже. Никакое внимание и уговоры не помогали привести Лидию в чувство. Она настолько погрузилась в свое горе, что не могла сосредоточиться на работе. Женщина часто опаздывала, совершала ошибки, забывала выполнить поручение начальства, что вскоре привело к увольнению. Она была растеряна. Ведь теперь им с дочерью не на что было жить. Первое время, пока Лида бегала по собеседованиям и рассылала всюду свое резюме, Ирина выручила семью деньгами. Но долго это продолжаться не могло. Мама Анюты нигде не задерживалась дольше пары месяцев. Девочка ежедневно наблюдала, как она плакала, как пыталась казаться сильной, улыбаться, но было только хуже. Смерть отца заставила Аню повзрослеть и в некотором роде самой распоряжаться собой. Лидия стала рассеянной. Часто не выполняла всех родительских обязанностей и девочка выкручивалась сама. Новые проблемы не заставили женщину себя ждать. Отвлечься от очередной истерики, ее заставил звонок классной руководительницы Анюты. — Лидия Владимировна, я знаю о непростой ситуации в вашей семье, поэтому долгое время старалась вас не тревожить. Но в отношении Ани нужно срочно принимать меры. — Светлана Семеновна, она что-то натворила? Это на нее не похоже, она ведь спокойная и послушная, — растерялась мама девочки. В этом полугодии ее успеваемость сильно упала. Раньше она хорошо справлялась и была лучше остальных, но теперь программа по всем предметам становится сложнее, а Аня совсем не хочет стараться. Часто не выполняет домашнее задание, вы знали? А с некоторых пор затевает ссоры с одноклассниками, старается разозлить кого-нибудь. Лида не знала, что ответить. Она могла бы как-то защитить дочь, оправдать ее, найти причину. Только вот с ужасом осознала, что совершенно не имела понятия о том, чем живет ее ребенок сейчас. Они жили бок о бок в одной квартире, а женщина даже не представляла, что творится с Анютой. Она думала только о себе, о своей потере, не беря в расчет, что дочь потеряла не только отца, но и мама совершенно не интересовалась ею. Лида осознала, что почти три года ее ребенок отвечал сам за себя без помощи взрослых. — Светлана Семеновна, простите ее, это моя вина. Я не доглядела. Я из-за собой была не в состоянии смотреть, не знала о проблемах Анечки. Дайте ей шанс, я все исправлю, все наладится, — пообещала она. Той ночью женщина прокралась в комнату Ани и уснула с ней, мысленно моля о прощении. Шли дни. Анюта заметила перемены в маме. Она стала более живой и внимательной, только грусти в глазах прибавилась. Она испытывала вину перед дочерью и старалась всеми силами загладить ее. В какой-то момент девочке показалось, что им снова может быть весело. Лида шутила, предлагала выйти на прогулку, поиграть вместе, расспрашивала о ее школьных друзьях, но потом снова плакала. — Мамочка, что случилось? Тебя снова уволили? Анна обняла ее за трясущиеся плечи и прижалась к мокрой щеке. — Ходила к твоим бабушке и дедушке, просила их помочь хоть чем-то, а они знать нас не желают. — За себя не обидно, но ведь ты их кровь! — всплеснула Лида руками и прижала Аню к себе. — Ну ничего, мы ведь вместе, мы и сами справимся. Никто нам не нужен, моя девочка, мы сумеем. Откровения матери стали для девочки настоящим сюрпризом. Родители никогда не заикались о бабушке с дедушкой. Она думала, что их нет в живых. Аню одолевало любопытство. Хотелось расспросить о них, узнать, какие они, побывать в гостях. Но мама была так расстроена и настроена к ним враждебно, что разговор отложился на потом, а затем и вовсе забылся. С тех пор, как Лидию приняли на должность секретаря в строительную фирму, прошло восемь недель, что было для нее рекордным сроком. Женщина заметно воспрянула духом, освоилась на новом месте, стала регулярно приносить домой все необходимое и баловать Анюту сладостями, красивыми вещами и игрушками. Атмосфера в квартире стала более благоприятной. И даже две старые подруги наведались в гости. Жизнь постепенно налаживалась. Чувствовалась надежность, пока однажды вечером на пороге квартиры Лидии не появился высокий мужчина. — Что тебе надо? Уходи немедленно! — твердо проговорила Лидия, желая тут же захлопнуть дверь перед незваным гостем. Но он не позволил. — Поговори со мной. Я не ругаться пришел. — Анюта слышала его ответ, выглядывая из своей комнаты. Она была напугана и заинтригована в равной степени. У мамы не было романов. Мужчин друзей тоже. — Твои поступки, — говорят красноречивый слов. — Аня, иди к себе, не послушивай! — резко приказала женщина. — Я останусь здесь. Тебе придется меня впустить. После недолгих препирательств Лида сдалась. Некоторые любопытные соседи уже повысовывались из квартир, наблюдая за сценой разыгравшейся перед квартирой вдовы. Не желая дразнить сплетников приятным голосом своего гостя, женщина недовольным вздохом провела его на кухню. Анне присутствовать при разговоре взрослых не позволили. Лидия иногда повышала голос, но ничего конкретного дочери разобрать не удалось. Вскоре Валерий стал частым гостем в квартире Харитоновых. Он никогда не приходил с пустыми руками, вручал девочке гостинцы. Она не знала, как ей относиться к мужчине с добрыми глазами и теплыми ладонями, которыми он ее обнимал. Но заметила, что мама больше не пугается и не против его визитов. К своему удивлению, Анне обнаружила, что мамина улыбка по-прежнему такая же красивая, как когда она улыбалась папе. С дядей Валерой она тоже много смеялась, а еще садилась с ним рядом на диван, позволяла брать себя за руку, оставляла его на ужин, а через несколько месяцев мужчина оставался и на ночь. Он стал не только частью жизни Лидии, но и очень естественно сблизился с Анютой, превратился в незаменимого для нее человека. Если она не находила слов для сочинения, Валерий всегда делился парой красивых фраз. Если не дотягивалась до кружки на верхней полке, он сажал девочку на плечо. Если не знала, как порадовать маму после рабочего дня, он предлагал испечь торт в виде сердечка. Однажды, перед сном, когда все уроки были сделаны и проверены, а портфель сложен к завтрашним урокам, в комнату Анни вошли мама вместе с дядей Валерой. — Милая, мы хотим поговорить с тобой, — сказала женщина, усаживаясь на кровать дочери. — Анют, — Валерий взял возлюбленную за руку с улыбкой. — Мы с твоей мамой собираемся пожениться. Я люблю ее и тебя люблю как родную дочь и хочу всегда быть с вами. Эта новость не удивила девочку. Ей было почти одиннадцать, она многое понимала. Дядя Валера ей нравился. Он был добрый, заботливый, никогда не повышал на маму голос. Не обижал ее, как рассказывали одноклассники, чьи родители повторно связали себя узами брака с посторонними людьми. Рядом с этим мужчиной Лидия расцвела. Снова стала за собой ухаживать, напивать поднос во время уборки и больше не плакала. Тетя Ира всегда говорила, что маме Анне нужно продолжать жить, что однажды она встретит достойного мужчину. И теперь девочка понимала, что она имела в виду, когда успокаивала свою подругу. Мама заслужила быть счастливой. — Я не против, — пожала плечами девочка и посмотрела на Валерию и Лидию по-взрослому. — Я знала, что так будет. Дядя Валера мне нравится. С того дня возлюбленные стали готовиться к свадьбе. Торжество вышло скромным, пригласили самых близких. Анюта с восхищением смотрела на свою красивую маму в прямом белом платье с красивой прической. Она даже мечтала поскорее вырасти и примерить ее наряд, чтобы все тоже ею восхищались. Валерий стал называть Аню дочкой. Ей-то нравилось, но сама она еще не была готова обращаться к нему, как к отцу. Соседи вновь стали считать Лидию счастливой замужней женщиной, наблюдая семью на прогулках в парке, в кинотеатре или в продуктовом магазине. Но были и свои недоброжелатели. Некоторые одинокие женщины сплетничали, что Лида привела мужчину в дом, когда у нее растет дочка, словно та совершила какое-то преступление. В глаза гадости не говорили, но за спиной любили посудачить. Женщина не обращала внимания на завистников, она была слишком занята собственной жизнью и с удовольствием целовала Валерия на прощание перед работой, зная, что некоторые наблюдали за ними с балкона. Среди ночи Аню разбудил громкий голос отчима. Валерий за стеной говорил с кем-то по телефону и иногда повышался тон. Раньше девочка никогда не видела, чтобы мужчина злился, и ей стало страшно. С тех пор, как Валерий стал с ними жить, Аня обрела покой. Она слишком хорошо знала, каким жестоким и непредсказуемым может быть мир. Картина гибели отца еще всплывала перед глазами. Она знала, что теперь они с мамой под защитой надежного мужчины, но в ту ночь испугалась, что и с ним может что-то произойти. — Я так решил, и мне плевать, что тебе это не нравится, я больше не дам с собой помыкать, — донеслось из-за стены, и Анюта сжалась под одеялом. Через несколько минут все прекратилось. Лидия босиком прокрылась к двери дочери и заглянула, проверяя, не разбудил ли ее супруг. — Вроде тихо, — прошептала она. — Аня слышала, как родители долго переговаривались, но не могла разобрать, о чем. Мысль, что им больше ничего не угрожает, успокоила ее, и девочка провалилась в сон, так и не узнав, с кем поссорился отчим. После улучшения атмосферы в семье, школьная жизнь Анюты тоже наладилась. Больше она не испытывала проблем с успеваемостью и поведением, став лучшей ученицей в классе. Девочка вела активную жизнь, участвовала в различных мероприятиях, сценках, но больше всего любила читать стихотворения. На конкурсе чтецов при ее выступлении пускали слезу даже самые строгие члены жюри. Друзей Анне тоже хватало. После школы Анна частенько задерживалась во дворе, катаясь на каруселях или оставшись в гостях у одноклассниц. Но Ева, 12-летняя девочка из соседнего подъезда, испытывала к Анне особую неприязнь. С ней мало кто ладил из-за вредного характера, так она еще с удовольствием передавала детям те сплетни, которые распускала обо всех ее мама. — Фу, ты что, цыганка? — обращалась Ева к Анне, указав на ее любимые белые босоножки. — У них такой вид, будто ты их на мусорке нашла. Я бы такое в жизни не надела. — Замолчи. Ты говоришь только гадости, поэтому у тебя нет друзей, — бойко отвечала уязвленная девочка. — А у твоей семьи денег нет. Вы нищие, поэтому ты ходишь как голодранка, — не унималась та. — Мы не нищие. У моего отчима много денег. У тебя даже папы родного нет. Ты брошенка. Противный смех надоедливой соседки всюду преследовал Анюту. Она не жаловалась родителям, потому что считала себя достаточно взрослой, чтобы справиться с издевательствами самостоятельно. Она к этому привыкла. Но Валерий из раза в раз замечал, что падчерица возвращается с улицы с грустным лицом, но старается этого не выдать. — Дочь, что случилось? Тебя кто-то обижает? — спросил как-то мужчина, закрыв за собой дверь ее комнаты, чтобы не заставлять Лидию переживать. — Я не хотела говорить, но Ева постоянно меня обижает. Она злая и вредная. Неожиданно для себя Анне с облегчением расплакалась в объятиях Валерия и выложила ему всю неприятную историю от начала и до конца. Она почувствовала себя так хорошо, когда поделилась своими переживаниями. Боялась, что взрослые сочтут ее проблемы неважными, но отчим не рассмеялся. Он провел с девочкой около часа, объясняя, что такие дети, как Ева, сами лишены родительской любви и внимания, поэтому придираются к остальным. Им больно и они хотят задеть других. Приближался двенадцатый день рождения Ани. В тот год Валерий потратился на детский праздник в развлекательном центре, куда пригласил аниматоров. Он украсил зал не без помощи Лидии и позвал всех друзей девочки, в том числе и Еву. С утра именинницу нарядили в шикарное платье, о котором она мечтала и не забывала напоминать об этом родителям. И отвезли на праздник. Когда Анюта увидела, что для нее приготовили взрослые и какой растерянной была на этом празднике задира Ева, она не смогла сдержать своих чувств и бросилась на шею отчиму. — Папочка, спасибо тебе за праздник! Я тебя очень люблю! Тем поступком Валерий все же смог добиться расположения падчерицы. Доверившись своему отчиму, Анюта ни разу не пожалела. Со временем у них сложились отношения не хуже, чем с матерью. Лидия чаще воспринимала шалости дочери серьезно, а Валерий обычно принимал участие во всех. В переходном возрасте, которого боялись многие родители, именно поддержка мужчины помогла Ане справиться со своими эмоциями и изменениями, которые с ней происходили. Живя под защитой любящего папы, она росла упорной, уверенной в себе и уже в средней школе знала, что свяжет свою жизнь с медициной. Профессия врача казалась девушке безумно романтичной, а сколько фильмов и сериалов про них показывали по телевизору. Все они были сильными, отважными, боролись за жизни других людей. Такой и хотела стать девочка, надеясь на поддержку родителей. В дружной семье время пролетало незаметно. Казалось бы, Ане только исполнилось двенадцать, а вот уже последний звонок, экзамены, зачисления в медицинский колледж, сессии и защита диплома. Лидия и Валерия оглянуться не успели, как их малышка стала медсестрой и с большим рвением отправлялась на работу в городскую больницу. Простая в общении, но серьезная в своих профессиональных обязанностях, девушка быстро завоевала доверие врачей, вечно жалующихся на недотеп медсестер, хотя не все воспринимали ее всерьез. Каждый вечер Аня возвращалась домой, воодушевленно рассказывая родным о своей работе, где происходили совершенно невероятные случаи. Все ей казалось новым и интересным. Вот только подозрительная худоба отчима оказалась замечена не сразу. — Пап, ты что, на своей работе обеды пропускаешь? Все вещи висеть стали, — сказала как-то девушка, внимательно оглядев отчима. — Вроде нет, — пожал тот плечами. — И правда сунулся, — подтвердила Лидия. — У тебя ничего не болит? Может, это сигнал организма? — повернулась она к дочери. — Нужно провести обследование, мало ли что. Лучше перестраховаться. Сколько Валерий не отмахивался, а жена и дочь измором взяли, заставили мужчину поехать в больницу. Поначалу у него выявили диабет. Выписали лекарства, назначили особую диету, физические упражнения для набора мышечной массы. Но вскоре всем стало ясно, что все намного сложнее. — Пап, не бойся, у нас отличные врачи, они сделают все необходимое. Раковые клетки вовремя обнаружили, но потребуется несколько операций, — спокойным тоном объясняла Аня, сдерживая отчаяние из последних сил. Случай Валерий не был безнадежным, но подобные известия выбивали почву из-под ног даже у самых стойких. — Если ты сомневаешься, мы обратимся в другую клинику, съездим к столичным врачам. Деньги есть, я обо всем позабочусь. — Как же ты выросла, совсем взрослая стала. Все умеешь, за все отвечаешь, — вздохнул мужчина. — Я не за себя боюсь, а за то, что ты собралась взвалить на себя всю заботу обо мне. — Если врачи такие профессионалы, как ты говоришь, я им доверюсь. Срочные дорогостоящие процедуры требовали много денег. Лидия тоже работала, но тех сбережений, которые семья откладывала дочери на свадьбу, оказалось недостаточно. Каждый прием врача был платным, как и снимки, и каждая пробирка крови, да и диабетические продукты влетали в копеечку. — Не нужна тебе эта подработка, разберемся потихонечку, — говорил недовольный Валерий. — Ты еще молодая, о себе думать должна, на свидания ходить, а не с больным отцом нянчиться. Ты без того после смены еле ноги волочишь, а теперь это придумала. Справимся как-нибудь. — Не спорь, пап, я все равно не успокоюсь. Лечение прерывать нельзя, иначе все зря, понимаешь? — не уступала ему в упорстве Аня. — И вообще, ты нас с мамой принял, всем обеспечил, теперь моя очередь тебе помогать. — Ладно, тебя лучше знать, у тебя ведь образование, — смягчился мужчина. Он безумно гордился своей умной дочерью, которая никогда не унывала и была надежной опорой своим стареющим родителям. С возрастом черты ее лица стали такими же острыми и милыми, как у Лидии. Валерий был уверен, в скором времени Аня приведет домой парня, потому что пройти мимо такой хорошенькой девушки было невозможно. В том, что дочь выберет достойного претендента, у Валеры сомнений не было. Оставалось только приложить все силы и выздороветь, чтобы благополучно выдать ее замуж и погулять на торжестве. Ане ничего лучше в голову не пришло, как продолжить свою профессиональную деятельность за стенами больницы. Капельницы она ставила незаметно, многие пациенты ее хвалили, даже самые привередливые. Этим Аня и решила воспользоваться. Она дала объявления в интернете, разнесла листовки по подъездам, рекламируя свои услуги, чтобы те, кто на дух не переносил больниц или не в состоянии был выходить из дома, могли к ней обратиться. С каждым днем таких становилось все больше. Отработав смену, девушка наспех переодевалась и бежала на вызов. Все визиты в дома пациентов у нее были расписаны в блокноте. Нередко Анна возвращалась домой за полночь, не забывая справляться о самочувствии отца. — Ты бы за собой следила, посмотри, как осунулась, не бережешь ты себя, — причитал Валерий. — Я скоро снова пойду, вот увидишь, и тебе не придется так мучиться. — Я тогда буду самым счастливым человеком, — обнимала его девушка. — А пока? Всем нам приходится терпеть и ждать. Да и все не так плохо. С некоторыми бабушками даже интересно. Они рассказывают о своей молодости, о том, какой была их жизнь. Сегодня, представляешь, была у одной актрисы. Роданова, кажется, ее фамилия. Такая веселая, постоянно улыбалась. И живет одна. Было видно, что гости к ней не часто заходят, и она рада любому слушателю. Она играла только в молодости. Карьера быстро закончилась, а теперь о ней никто уж и не вспоминает. Но по ее квартире сразу видно, что она всей душой любит театр. Даже обидно за нее стало. Конечно, Анне многое скрывала от родителей. Некоторые пациенты были грубыми и несговорчивыми, и их родственники, пляшущие вокруг больных упрямцев, никак не могли прекратить их сопротивление. Несколько раз девушка слышала в свой адрес оскорбления, которых совершенно не заслужила. Иногда ее толкали, чтобы она не подходила к ним с иглой. — Да что ты можешь уметь? — накричал на нее накануне пожилой мужчина. — Только училище окончило и побежал всех колоть? Или, может, тебя отчислили, и теперь ты без образования по квартирам ходишь, тренируешься? — Завтра приду к вам со своим красным дипломом, — ответила девушка громко, чтобы перекричать недоверчивого мужчину. На подработке Анна натерпелась. Но сдаваться было нельзя. К тому же многие пациенты в итоге признавали в ней профессионала, и в последующие визиты шли на процедуру без страха и предубеждений. Каждая новая стычка закаляла девушку. Она перестала бояться возражать незнакомым пациентам, ведь ее воспитывали скромной и покорной, и во взрослом возрасте было сложно переучиваться, отстаивать себя. Во время очередного визита на дом дверь Анне открыла худенькая женщина средних лет. Говорила она шепотом, боясь потревожить больного. — Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Вы только не пугайтесь, но по телефону я вам соврала, — призналась она. — Кто у вас там? — тут же нахмурилась девушка. — Ничего криминального, просто муж выпил. Он у меня часто к бутылке прикладывается, хоть ему и нельзя с его болезнью. Хочу его отучить, привести в форму капельницей. Только вы потише, при нем лучше не говорите, он у меня буйный. Две медсестры до вас уже отказались, вот я и не стала правду говорить. Прошу вас, только не уходите. В глазах Светланы появились слезы. — Я уже так не могу, не выдерживаю его пьяных выходок, а бросить не могу. Мы ведь по любви поженились, а теперь он болен. Какой же я буду женой, если брошу его в таком состоянии? А как же клятва перед Господом? — Помогите нам, пожалуйста. Вы ему сильно жизнь облегчите. — Ання вздохнула. На руках хозяйки дома она заметила красные следы, да и на шее тоже. Было ясно, супруг ее держит силой, а выпив, совсем меры в агрессии не знает. Такого девушка выручать бы не стала, но раз уж пришла, не могла просто уйти, оставив супругу с ним наедине, а то вдруг он снова на нее набросится. — Хорошо, ведите. Пациентом оказался крупный мужчина с лишним весом. Такому легко было обидеть кого угодно. Ання с опаской посмотрела на глубоко спящего человека, поставила на стол свой чемоданчик, сняла куртку, надела перчатки и приступила к работе. Но стоило ей подойти с иглой к пьяному пациенту, как тот распахнул глаза и больно ударил ее в грудь, отпихнув от себя. — Ты кого это привела? — заорал он на супругу. — Снова меня лечить пытаешься? Да и я тебя. — Витя, пожалуйста, не надо. Светлана бросилась закрывать собой Анну, но мужчина отшвырнул ее как куклу, не заботясь, что она сильно ударилась боком о выпирающую ручку на дверцы шкафа. Ання застыла на месте, как тогда, когда пьяницы напали на их семью. Обычно она не терялась в трудных ситуациях, но сейчас не могла пошевелиться и получила сильную пощечину тяжелой рукой. Это помогло ей прийти в себя. — Пошел прочь, ну! — закричала она, выставив иглу вперед себя. — Только подойди, и я воткну ее тебе в глаз. — Связалась на свою голову. — Да я полицию вызову, и тебя закроют, придурок! Анна попятилась к креслу, куда бросила верхнюю одежду, чтобы достать из кармана телефон. Светлана обняла мужа со спины, стараясь остановить его, а девушка смогла выбежать во двор и там позвонить. Закончив разговор, Анна не заметила, что ее трясет. Анна могла лишь думать о том, что оставила слабую Светлану наедине с разъяренным мужчиной, явно не простившим ей предательство. Схватив метлу, что стояла у входной двери, Анна побежала на выручку. Приехавшие на место вызова полицейские повезли всклокоченную троицу в участок. — Значит, вы, Виктор Михайлович, утверждаете, что Анна Александровна никакая не медсестра. — Да воровка она самая настоящая, вы только посмотрите на нее! — перебил Виктор молодого лейтенанта Сергея Сорокина, пытающегося разобраться, кто же стал зачинщиком драки. Нетрезвый мужчина и две перепуганные женщины со следами насилия на лице уже на многое указывали. Немного очухавшись от потасовки, супруг Светланы решил свалить вину на девушку, якобы прикидывающейся медсестрой и втирающейся в доверие к больным гражданам, чтобы обчистить их скромные жилища. — Вот я и принял меры. Я таких мошенниц заверсту, чую. — А я чую ваш перегар, — огрызнулась Анна, сидя с оторванным от рубашки рукавом. — Нужно было сразу вас иглу воткнуть, уже бы дома была. Вся злость девушки тут же улетучивалась, когда она замечала, как на нее смотрит Сергей. Красивый, форма идет, да еще и вечно поглядывает на пострадавшую, жалея, что ей довелось такое пережить. — Видите, гражданин начальник, она меня вообще убить хотела. Я бы на вашем месте проверил содержимое ее чемоданчика. Вдруг у нее там яды какие-то, которыми она простых людей опаивает или отмычки. — Новак, успокойтесь, мы и во всем разберемся, — успокоил Виктор лейтенант. Когда Анне позволили уйти, была уже ночь. Мама звонила несколько раз, но девушка лишь заверила, что просто попался проблемный пациент. Подробности решила отложить на потом. Их семье хватало переживаний без этого инцидента. — Разрешите вас проводить? — Сергей появился перед девушкой неожиданно, и она чуть не вскрикнула. — Ой, простите, не хотел вас напугать. — Здесь недалеко, я сама дойду, — по привычке отказалась Анна. Но, увидев разочарованное лицо молодого мужчины, все же согласилась. — Хотя, знаете, я не против. Мне хватило приключений на сегодня, в другие попадать не очень хочется. Одной встречи Сергея и Анны не обошлось. Девушка сразу заметила, что понравилось ему, да и он ей приглянулся. В школьные годы у нее были некоторые симпатии, но они быстро угасали. А в колледже не до свиданий было, учеба отнимала все время. Сергей сразу показался Анне порядочным, и дело было не в форме, которую он носил. Его манеры, речь, отношения к ней и окружающим покорили девушку. Зная о непростом финансовом положении семьи Анны, Сергей не предлагал пойти в кино или в кафе, ведь девушка сразу все отвергала. Он приносил на их прогулки корзинку с едой и пледом, и молодые люди устраивали пикники в зеленой части города. Больше никаких инцидентов с Анне не происходило, и подработку она не бросила, потому как молодой мужчина везде ее сопровождал и следил за ее безопасностью. Рядом с ним девушка ощущала спокойствие. Анна чувствовала желание Сережи защитить ее, укрыть от всех невзгод. Хоть они и были знакомы недолго, чувства между ними разгорались все сильнее. Стараниями жены и дочери Валерий получал необходимое лечение, но впереди ожидались новые траты. Мужчина чувствовал себя обузой, ведь его дамы так трудились ради него, а он был вынужден бессильно наблюдать за их усталыми фигурами. Но от глаз родителей не укрылось то, что дочь стала более оживленной и мечтательной. Им стало ясно, что Аня постоянно о ком-то думает, но они стали смущать расспросами. Скорей бы уже она созрела и рассказала нам все. Не могу терпеть, хочу увидеть этого ухажера, — поделился Валерий с женой. А вдруг она ошибается, вдруг он ее обидит, а мы даже не будем знать. — Я сама еле сдерживаюсь, чтобы не начать этот разговор издалека, — вздохнула Лидия. Дочь ни разу не знакомила родных с избранником, даже не делилась симпатиями, все личное держала при себе. В этом же случае даже спрашивать не было нужды. Родители понимали, Аня влюбилась. Однако долго ждать не пришлось. Судьба распорядилась так, что оба секрета девушки раскрылись в один день. Все началось со звонка взволнованной Лидии. — Мам, что случилось? Что-то с папой? Ты мне никогда на работу не звонишь. Вы в больнице? — протараторила перепуганная Аня. — Доча, ты только ничего от нас не скрывай. — Голос матери звучал то ли осторожно, то ли подавленно, что лишь сильнее насторожило девушку. — У тебя какие-то проблемы, да? Ты можешь рассказать нам с отцом все-все. Мы от тебя не отречемся. Дело в твоей подработке — это что-то незаконное, поэтому ты перестала нам о себе рассказывать и пропадаешь вечерами. — Мам, да что случилось? Я сейчас с ума сойду. — Повестка пришла на твое имя. В суд вызывают. Серьезный разговор пришлось отложить до вечера. У Анни не было времени рассказывать все подробности во время работы. Назначенного часа все трое ждали со страхом. Девушке было стыдно, что она не призналась во всем вовремя. А родители извелись, боясь, что Аня могла пойти на крайние меры ради выздоровления отчима и придумала какую-то незаконную схему с медицинскими препаратами. — Да с чего вы взяли вообще? — изумилась дома дочь. — Хотя идея получше моей. Больше бы денег принесла. Меня бы заподозрили самый последний. — Аня! — хором отозвались родители. — Ладно, ладно, не бойтесь. Меня вызывает суд не в качестве подсудимой, а в качестве потерпевшей. — Что ты такое говоришь? Что произошло? Почему ты нам не рассказала? Аня взяла шокированную маму за руку и села ближе. — Простите меня. Я не хотела зря вас волновать. Все же закончилось хорошо. Вот и замяла тот случай. Лидия и Валерия потребовали все им рассказать, ничего не утаивая. Выслужив историю до конца, женщина тут же расплакалась. — Дочка, тебя ведь убьют. Тебе нельзя в суд. Я по телевизору видела, как такие дела решаются. Лучше не светиться. — Да я сам его убью, как с постели встану. Руки переломаю этому уроду. Пусть его засадят до конца жизни козла такого, раз на женщин руку поднимает. Жена его тоже хороша. Столько терпеть и другого ребенка под удар подставить. Все. Больше ты вне больницы не работаешь, чтоб я об этом не слышал. Не хватало нам тебя по всему городу искать, если что вдруг случится. Я запрещаю. — Папочка, ну не надо так. Я неплохо заработал на этом. К тому же… Анна смущенно опустила взгляд. — Теперь мне нечего бояться. У меня есть защитник, который провожает меня по каждому адресу, заранее узнав, что за люди там живут. — Ухажер этот твой? — все еще строго спросил отчим. — Я вас позже познакомлю, но он вам понравится. Он полицейский и очень хороший человек. Бережу от меня. Суд прошел через неделю. В зал заседания с Анной пошла Лидия, чтобы было хоть одно знакомое лицо в этот трудный час. Виктора осудили по нескольким статьям. Оказалось, он был известным на всю округу дебоширом, у которого нашлось немало недоброжелателей, когда началось следствие. Вскоре все было позади. Анна знала, что ее обидчик получил по заслугам, да и Светлана теперь была свободна. Она даже встретилась с девушкой после объявления приговора и сказала, что не станет навещать мужа в тюрьме, а потребует развод. Пусть Виктор получил всего несколько месяцев заключения. Женщине хватит и этого, чтобы навсегда исчезнуть из его жизни. — Хватит прятать меня от родителей. — Сергей дотронулся до лица Ани и поглазил по щеке. — Пора знакомиться. — Я хочу, чтобы они меня узнали и доверяли. — Тебе кажется, что ты поступаешь хорошо, но им будет спокойнее отпускать тебя со мной после знакомства. Ты ведь моих уже знаешь. — Хорошо. — девушка обняла возлюбленного за шею. — Спрошу у мамы, когда будет удобно устроить обед. — Но берегись, — рассмеялась она. — Папа меня очень любит. Он не отдаст меня просто так. Несмотря на тяжелую каждодневную работу, Анна светилась от счастья. Уже несколько месяцев она носила на цепочке на шее кольцо с небольшим камушком, с которым Сергей сделал ей предложение. Ведь в больнице запрещались любые украшения на руках. Молодые люди еще жили раздельно, но готовились к свадьбе, предвкушая главный праздник в их жизни. Девушке приходилось продолжать подрабатывать, потому что торжество требовало много трат. Хотя Анна не была помешана на организации так же, как обычные невесты. Ее жениха должны были вот-вот повысить, а значит, и поднять зарплату. Да и в целом, семье Анне стало легче дышать. За последние полтора года Валерий перенес две операции и стал возвращаться в форму, набирать вес, даже пробовал выходить на работу. Теперь он прикладывал все силы, чтобы организовать для дочери лучшую церемонию, которой она была достойна. — Не переусердствуй, только окреп же, — ворчала на него Лидия. — Если сдвинуть свадьбу на несколько месяцев, на все успеем спокойно накопить. — Им ведь уже не терпится жить под одной крышей. Ты же видела, как они смотрят друг на друга! — возражал мужчина, ласково погладив супругу по спине. Сергей продолжал провожать невесту на каждую подработку, напоминая, чтобы она была осторожна. — Ну и зануда же ты! — игриво смеялась девушка, когда пара подошла к роскошному особняку. — Ничего себе дворец! Неужели его жители не могут себе позволить кучу врачей из лучших клиник? Зачем им я? — Сереж, подожди меня здесь, я быстро. — Здесь я точно на неприятности не нарвусь. — Звони, если что! — махнул Сергей невесте вслед. Или может все-таки пойти с тобой? Анна прошла к дому через большой ухоженный двор с аккуратно остриженным газоном и кустами, с цветущими клумбами и фонтаном. Справа виднелся павильон, в котором, предположила девушка, мог располагаться бассейн. За домом постоянно ухаживали. Он не был похож на старый замок, хозяева которого потеряли былую славу и богатство. За каждым углом особняка следили. Нигде не было ни пылинки, ни скрипели половицы, ни гулял сквозняк. Все ковры были пропылесошены, картины ровно развешаны, а в вазах в коридоре стояли свежие цветы. Огромное помещение проветривалось и манило молодую гостью внутрь. Только комнаты казались одинокими и забытыми. Стало ясно, что жил там только старый хозяин, а управляла всем домработница Марта, которая и встретила Аню. — Добрый день. Прошу за мной. Павел Леонидович уже ждет вас. Анна с улыбкой поздоровалась и последовала след за женщиной. Она была не молода, но выглядела очень свежо, напоминая строгую экономку из фильмов. Спальная комната размером с квартиру Лидии была погружена во тьму плотными шторами на окнах. На широкой кровати в шелковой пижаме лежал крупный седой старик. Анна навидалась много пожилых людей, но от этого, несмотря на преклонный возраст, исходила сила. Она поняла, что Марте приходится не сладко с таким начальником. — Не бойтесь, ласточка, подойдите ближе, — проговорил Павел, жестом подозвав ее к себе. — Мне нужен свет, — тут же распорядилась Аня и принялась за дело. — У вас хорошие вены. — А у вас легкая рука. Не то, что у тех бестолковых, что приходили раньше. — Слабо улыбнулся старик. — Вам хватает домашнего ухода? — Все хорошо. Прокапываюсь время от времени. Звоните еще, если понадоблюсь. После процедуры Аню попросили подождать, пока Марта принесет оплату. Девушка села в предложенное кресло, но заинтересовалась большим фото в резной раме, висевшем напротив двери. Она подошла ближе и тут же застыла. На снимке был изображен сидящий на стуле Павел Леонидович, только значительно моложе. А по стороны от него стояли родной отец Анны и ее отчим. На вид обоим было не больше двадцати лет. Девушка растерялась. Она не могла понять, почему они все знакомы, как их свела судьба и почему это похоже на семейный портрет. — Извините, — обернулась Анне к хозяину дома, не сдержавшись. — А кто это с вами? — Кто эти неблагодарные олухи? Сыновья мои, Сашка и Валерка. Старшего уже нет в живых, а такое чувство будто оба сгинули. Предали они меня давно, выросли на всем готовом, а потом в душу плюнули, как самому последнему человеку. — Бог его знает, где он сейчас, глаза б мои его не видели. — разошелся старик и на эмоциях швырнул книгу в стену недалеко от Анне. Девушка даже не шевельнулась, ее словно окатили холодной водой. Ее папа и отчим родные братья, а она жила в неведении. Как ей могли не сказать, почему скрывали? А этот противный дед приходится и родственникам. Не помня себя, Анна схватила свой медицинский чемоданчик и вылетела из комнаты, по памяти направляясь к выходу. Спокойная Марта удивленно подняла тонкие подкрашенные брови, видя, как сбегает медсестра, даже не взяв денег за работу. — Ну вот, вы эту милую девушку довели своим характером. — Да я еще ничего не успел! — Павел оскорбленно скрестил руки на груди. Сергей сразу понял, что что-то не то. Анна больше не бежала, спокойно шла, но смотрела куда-то в пустоту. — Аня, что с тобой? Что они сделали? Посмотри на меня! Парень подбежал ближе, остановив невесту и схватив ее за руки. — Ты чего? Тебя обидели? — Они мне все врали. Девушка подняла на жениха пустые глаза, наполненные слезами. — Мама и отчим, они все скрыли. Сколько они еще собирались ждать? А если они вообще не думали мне рассказывать? — Что они сделали-то? Тебе нужно успокоиться. Давай, пойдем присядем и ты мне все расскажешь. Спустя несколько минут неразборчивых возмущений Анна смогла взять себя в руки и рассказать Сергею об увиденном. — Этого не может быть. Я ведь верила им. И кому могла навредить это правда? — Не знаю, солнце мое. Мужчина обнял Аню, позволив ей облокотиться на его плечо. — Только твои родители могут все рассказать. Ты должна поехать к ним и узнать. Я пойду с тобой. Если ты сомневаешься в них, я буду рядом, хорошо? Когда пара попала домой к Анне, отец с матерью сразу уловили настроение дочери и обеспокоились. Но она была не настроена отвечать на вопросы, а приготовила свои. Обуздав бушующие эмоции, она смогла поделиться тем, что узнала и требовала ответов. — Как вы могли от меня это скрыть? — Мам, я помню, что родители папы не желали нас знать, но ты… — она посмотрела на отчима. — Ты ведь тоже их родня. Почему ты молчал? Вы вообще собирались мне рассказать. Я имела знать правду, я ваш ребенок. Я ничего не знала о папиной родне. Из-за пары маминых реплик я представляла их ужасными людьми. Возможно, этот дед и правда ужасный, но вы не можете прятать меня бесконечно от правды. Ни Лидия, ни Валерий не стали защищаться. Они приняли справедливый гнев дочери и не стали возражать. Какое-то время они молчали, не ожидая, что Анна однажды узнает обо всем вот так. Что ее доверие к ней будет подорвано случайной встречей, кажущейся судьбоносной. — Анют, мы понимаем, что ты злишься. Я бы на твоем месте тоже злился, но мы не нашли подходящего момента. С твоей мамой мы познакомились в институте, она была красавицей, лучшей на курсе, любого могла свести с ума. Я тоже был не промах. Поначалу казался ей заносчивым и несерьезным, но долгие ухаживания убедили ее в обратном. Мой отец, как ты заметила, не отличается приятным характером. Он привык все контролировать, просто помешан на подчинении. Я знал, что знакомить его с Лидой не имело смысла, но все же сделал это и пожалел. Анна слушала внимательно, стараясь не пропустить ни одной детали. Отчим поразило ее с самого начала. Оказалось, что Павел Леонидович берег свою репутацию и указывал сыновьям, что им делать не просто так. Мужчина хотел, чтобы дети пошли по его стопам и только приумножали их доход строительного бизнеса. Чтобы укрепить свое положение в узких кругах, Павел, на тот момент начинающий и удачливый бизнесмен, уже присмотрел невест для обоих сыновей. Он пришел в ярость, увидев перед собой Лидию, обычную студентку, недавно потерявшую родителей. – А у девки губа не дура, – говорил дедушка Ани. – Она на тебе повисла только из-за денег, бедная сиротка. Соблазнила тебя своими большими грустными глазами, надавила на жалость, а ты рад в рыцаре играть. Очнись, сын, она ведь с тобой закрутила в надежде на хорошую жизнь. Первое же серьезное испытание для ваших отношений, и ты поймешь ее натуру. – Лида не такая. Ты привык видеть в людях только плохое, потому что сам этим наполнен. Я не позволю собой распоряжаться. – Тогда попробуй проживи на гроши, которые будешь получать после окончания учебы. Посматривай, как у тебя это получится, и останется ли с тобой твоя вертихвостка. Отказ Павла обеспечивать сына не напугал Валерия. Влюбленные стали жить в квартире, где Лида росла с родителями, притираться друг к другу. Но ссоры между ними вспыхивали все чаще. В те непростые времена честному человеку жилось нелегко. Трудно было найти работу с хорошим заработком, а в некоторых местах зарплату не выплачивали месяцами. Временами, деньгами помогал старший брат Валерия, Александр. Он был частым гостем в квартире пары. Так они и жили, перебивались случайными заработками, пока однажды Валерий по глупости не сел пьяным за руль. Он едва не сбил человека, слегка задел, но его задержали. В полицейский участок за сыном приехал Павел и смог замять дело благодаря своим связям. Мне пришлось уехать. Со стыдом признался Валерий перед дочерью. Отец помог мне избежать тюрьмы и взял слово, что я оставлю Лиду, иначе следствие по моему делу возобновят. Если бы я знал, что мама уже ждала тебя, я бы никуда не делся, а отцу пришлось бы смириться. Но я испугался и просто исчез. Даже не предупредил. Тихо повторила Аня, чувствуя растущее внутри разочарование отцом. Теперь она знала, что отчим и есть ее родной папа. «Нет, он мне сказал, конечно», откликнулась Лидия, «но разве могло это меня утешить? Я не стала искать его и просить вернуться, когда узнала о беременности. Я была обижена, да и не считала твоего отца достойным семьянином. Я хотела для тебя другого будущего, вот и справлялась сама». Саша тогда тоже пропал. Павел Леонидович гонял его по командировкам в другие города, но он изредка звонил, узнав, что твой отец променял меня на свободу. Вернувшись сюда, он увидел, что я уже на приличном сроке и предложил пожениться. Оказалось, он влюбился в меня почти сразу, как твой папа привел меня в их дом. Александр признался женщине в своих чувствах и предложил расписаться, чтобы ребенок рос в настоящей полной семье, обещая, что малышка никогда не узнает правду об отце. Сначала я не думал соглашаться, но я была одна, – вспоминала Лида. – А Саша так обо мне заботился, так ждал твоего рождения, что я поняла. Он будет любить меня и вырастет тебя, никогда ничем не попрекнув. Со временем я разглядела, каким прекрасным человеком он был и прониклась особенными чувствами. – Я помню, – вмешалась Анна, – помню, как вы смотрели друг на друга. Вы были, словно герои сказок, которые были у нас на кассете. Такие красивые и влюбленные. – Отец отрекся от Саши, когда узнал, что он женился на твоей маме. Валерий вновь осмелился посмотреть на дочь. – У него все просто. Я все эти годы жил за границей, а сюда вернулся, когда узнал, что Саши не стало. Теперь ты знаешь все. Мне очень жаль, что я вас бросил. Видимо, за это и расплачиваюсь. Мужчина ожидал чего угодно, когда Аня резко поднялась с места, но только не того, что она обнимет обоих родителей за шеи. – Я вас очень люблю. Я все переварю. Мне нужно время, но это ничего не меняет. Девушке было сложно смириться с той правдой, которую она узнала. Но умом понимала, что ничего не потеряла, а лишь приобрела. Человек, вырастивший ее и был ее отцом. Он был рядом столько, сколько мог. Около недели Анна пыталась уложить новые знания в голове и решала наведаться к родному деду, раскрыть ему правду. Но Марта сама позвонила ей и попросила вновь поставить Павлу капельницу. В этот раз девушка знала, с кем ей предстоит столкнуться и что сделать, поэтому нервничала до тошноты. Сергея в этот раз она с собой не взяла. Хотела найти в себе смелость и самостоятельно уладить семейные вопросы. Конечно, Аня не надеялась на теплый прием от родственника со сверным характером, но очень уж ей хотелось показать ему, чего он лишился. Она слишком долго стояла во дворе перед особняком, вглядываясь в его высокие окна, пока не заметила, что опаздывает уже на пятнадцать минут. Девушка усмехнулась, подумав, что дед, скорее всего, этого не стерпит и будет очень недоволен. Марта была выходная, и до спальни старика Анне пришлось добираться по памяти. Пару раз она свернула не туда, но вскоре услышала поблизости кашель. — Стоило тебя похвалить, как ты вздумала опаздывать. Девушка пошла на голос и оказалась в знакомой спальне. В этот раз шторы были раздвинуты, комнату наполнил свет. Павел полусидел в очках с книгой в руках. — Здравствуйте, извините, Павел Леонидович, заблудилась в вашем огромном замке. — Может, чего сунул в свой чемоданчик? — язвительно заметил старик, глядя на гостю. — Покаджи-ка. — Еще чего? — вырвалось у Анны. — Лежите спокойно. Чего переживать о времени? Вам все равно торопиться некуда. — Да как ты со мной разговариваешь? — всполошился Павел, глядя на наглую девицу. — Нет, не найти сейчас порядочного человека, одно хамье. Я о тебе больше не позвоню, так и знай. Деньги свои на тумбочке возьми и не возвращайся. — Так вы своих сыновей выгнали, — повысила голос Аня, не ожидая от себя, что затронет деликатную тему именно таким способом. Ее дед даже не успел ответить, испепеляя ее взглядом. — Вы здесь совершенно один. Старый, больной, никому не нужный и жалкий. — Что? Помогли вам богатства накопленные? Много друзей купили? Помогло это сыну жизнь сберечь? Стоило ли оно вообще всего этого? Я сейчас уйду, а вы останетесь здесь один, и никто не придет вас навестить, потому что вы сами лишили себя любви. Вы не позволили своим сыновьям любить вас, и мне, своей внучке тоже. Я вас ненавижу, ясно? Слова сыпались без контроля. Анне не заметила, как по щекам текли слезы. Она была раздавлена. Павел не смог ничего ответить, совершенно ошарашенный ее выпадом, и она снова стремительно покинула дом деда. Последние приготовления к свадьбе помогли Анне отвлечься от переживаний. Что бы она ни говорила Павлу, а все равно не могла выбросить его из головы, ведь он ее семья. Как медик она знала, что он нуждается в заботе, что у него нет близких, что ее истерика могла плохо на нем отразиться. Девушка лишь надеялась, что позже сможет вернуться к дедуле и обсудить все спокойно. В торжественный день Анне поднялась очень рано. С шести утра вокруг нее кружили различные мастера. Кто-то собирал прическу, кто-то наносил свадебный макияж, другие затягивали на талии корсет и расправляли слои юбок. Доченька моя, Лидия с трудом сдерживала слезы, нежно глядя на свою счастливую и взволнованную дочь. «Ты самая красивая невеста, которую я видела. Я хочу тебе кое-что подарить». Женщина открыла белую коробку, в которой лежала та самая фата, в которой она сама выходила замуж за Валерия. «Я помню, как она тебе понравилась. Платье уже вышло из моды, но это ты можешь надеть». В большом зале дворца бракосочетания, где слова эхом отскакивали от стен, собрались приглашенные гости. Валерий улыбнулся дочери и повел ее к будущему супругу, который чуть дара речи не лишился, увидев Аню в ее прелестном наряде. Девушка не сразу поняла, что люди вокруг отчего-то шепчутся, а обернувшись, увидела Павла с букетом белых ирисов. Он держался за Марту, помогавшую ему идти. «Прошу всех потерпеть», — обратилась невеста к присутствующим. «Прости меня, девочка», — сказал дед дрожащим голосом. «Позволь мне поздравить тебя в этот важный день». Аня с отцом подошли к нему, и невеста без раздумий обняла дедушку. Валерий выглядел напряженным, но слезы отца разжалобили его. Лидия тут же оказалась рядом и тоже поприветствовала Павла. Его и Марту усадили в первый ряд, как близких родственников, и продолжили церемонию. После запоминающегося веселого праздника, семье предстоял разговор в спокойной обстановке. «Мне не вымолить у вас прощения», — признавал Павел свои ошибки. «Я каждому из вас испоганил жизнь. Раз мы теперь вместе, переезжайте в особняк. Это и ваш дом тоже. Места всем хватит с запасом. Я был глуп. Я столько потерял, и больше не хочу жить порознь». Ане прощение деда далось легче, чем родителям. Она его не знала и быстро очаровала. А Лидии и Валерии потребовалось больше времени, но в особняк они все же переехали в итоге. Теперь этот огромный дом больше не пустовал. В каждом его уголке было шумно. А Марте наняли еще помощниц, чтобы постоянно поддерживать порядок. Лида настаивала, что справится с домашними делами сама, но Павел не позволил. «Дай мне сделать для тебя хоть что-то хорошее». Аня и Сергей заняли целый третий этаж для своей семьи, обустраивая комнаты по своему вкусу. Дедушка разрешил им делать все, что душе угодно. Он был счастлив. И впервые в жизни так много улыбался, глядя на свою вечно чем-то занятую семью, который сам себя лишал всю жизнь. В кругу любящей родни Павел стал чувствовать себя гораздо лучше, а профессиональное внимание внучки позволило ему самостоятельно выходить на длительные прогулки во дворе. У него было все, и даже больше. Но дедуля все же надеялся дожить до правнуков и поддержать их в своих морщинистых руках. «Назовем его Сашей», – шепотом предложил Сергей, спускаясь по лестнице к завтраку. – О, милый, отличная идея! Я тебя так люблю! – промурлыкала Анна в ответ. – О чем вы там шепчетесь, голубки? Неужели нас ждет пополнение? – довольно проговорил Павел, взявшись из ниоткуда. – Дедушка, откуда ты все знаешь? – молодая женщина присела на диванчик. – Я давно живу на свете! – улыбнулся тот. За завтраком вся семья узнала о беременности Ани. Она поглаживала пока еще небольшой животик, зная, что у них родится самый счастливый малыш. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас всего одно действие, но для меня это очень важно. Спасибо!